В моем художественном челлендже Кто будет лучше рисовать, тот и будет получать подарки А сейчас узнаем, что же хотела подарить Стелла Нику О, это же поп-ит! Он в виде сердечка, как мило! Потрясающий подарок! Что ж, можете начинать рисовать поп-ит Я никогда не рисовал Скитлз Это должно быть интересно Время пошло Открываем упаковку, но для начала надо попробовать Ого, девчонки! Это реально Скитлз! Очень вкусный! Я фанат этих конфеток! Ник, ты сейчас все съешь и рисовать будет нечем Давай я покажу мастер-класс, как рисуют конфетками Скитлз Это проще простого Нужно только облизнуть конфетку И приклеить ее на лист бумаги Смотри Получится классный и яркий рисунок из конфет Вы только посмотрите, какое сердечко у меня получилось Ник, как тебе мой рисунок? Ого, выглядит круто! Как же мне рисовать Скитлз? Скитлз Точно! Я могу положить конфетки в палитру Если Скитлз разложить по цветам И залить в каждую емкость чуть-чуть воды То получится настоящая акварель Найс! Вот, смотрите! Я о таком даже не подумал! Я точно уверена, что у меня все получится Такими красками точно получится нарисовать милое сердечко Вы только посмотрите! У меня получились краски! Но они из Скитлз! Классно же! Мне точно нужно добавить больше деталей Тогда получится намного лучше, чем у Элли Не подглядывай! В дубрилке Стеллы получается рисунок лучше Но я покажу, на что я способна Нужно только вылить всю воду на мой рисунок Тогда конфетки дадут цвет и мое сердечко станет разноцветным Отлично! Вода стала разноцветной Осталось только все размазать кисточкой Как вам мой шедевр? Вы уверены, что это шедевр? Больше похоже на разноцветную лужу? А мне нравится! Есть, Скитлз! Неужели закончилось? Но я даже ничего не нарисовал! И до сих пор голодный Элли, поделись конфетами! Эй, ты меня испачкала! Ну и ладно! О, как же классно! Что? Время истекло, ребята! Стоп-работа! Показывайте свои рисунки! Боже мой, Ник! Ты совсем ничего не нарисовал! Ужасно! Что у Элли? Элли решила заняться оригами? Хотя я просила нарисовать! Плохо! Что же будет у Стеллы? Вау, какое красивое сердечко! Какие яркие цвета! Твой рисунок точно достоин приза! Ты справилась лучше всех! Поп-ит твой! Ура! Я так рада! Поп-ит такой крутой! Я могу бесконечно нажимать на него! Погодите! Он же предназначался для Ника! Это тебе! Я хотела тебе сказать, что ты мне нравишься! Спасибо, Стелла! Ты тоже классная! Эй, Ник, перестань! Ты тоже классная! У меня для вас еще один приз! Это аппарат с жвачкой! Вы рады? Она очень вкусная! За такое точно нужно побороться! У вас ограниченное время, и на этот раз вам нужно будет не рисовать, а собирать пазл на скорость! Время уже идет! Девчонки, я здесь профи в собирании пазлов! Можете даже не надеяться обыграть меня! Так, эта часть должна быть здесь! Вот так! Отлично! Ого, Ник так быстро справляется! Но я кое-что придумала! Я могу забрать у него все пазлы! Посмотрим, как он теперь выиграет! Мои пазлы! Шуликов никто не любит! Я соберу пазл быстрее всех и съем конфеты вместе с Ником! Собирать пазл очень легко! Здесь так мало деталей, что справлюсь за считанные секунды! Осталась последняя деталька! Вот и все готово! У меня получилось быстрее всего! Ох уж это выскочка! Я могу даже твой пазл испортить! Тогда победителем останусь только я! Немного подполим его! Отлично! Теперь твой рисунок точно никто не разберет! О нет, ты все испортила! Ник, посмотри! Элли, тебе пазл испортила! Элли, ты все равно не выиграешь! Я соберу пазл за считанные секунды и выиграю! Ой, как же я устала ждать вашей работы! Ну, все, пора! Показывайте! Упс! Это точно не похоже на аппарат со жвачкой! Ужасно! Что же у Стеллы? Ой, это даже не пазл! Что с ним случилось? Непонятно! Ладно, а что у Элли? Вау, Элли, ты единственная справилась с пазлом! Молодец! Так держать! Аппарат со жвачкой точно твой! Забирай! Вау, это же настоящий аппарат с жвачкой! Как же круто! Скорее хочу попробовать! Ммм, какие красивые конфетки! Очень вкусно! Хочу еще! Хочу все-все жвачки сразу! Очень вкусно! Я даже могу попробовать надуть огромный пузырь! Как вам такое? Выглядит обалденно! Еще лучше будет, когда пузырь лопнет! Эта острая иголка должна справиться! Вот так реально смешно! Тебе идет жвачка на лице, Элли! Мне страшно! Ааа! Нет, мои волосы и брови! Смотрите, я монстр! Надо все вернуть! Это ты смешно придумал, Ник! Такая гадость! Волосы и брови на месте! Ура! Ой, ученики, вы уже здесь? А я тут ваш приз примерила! На этот раз у вас будет корона! Она выглядит невероятно красиво! Я бы выиграл эту корону только для Стеллы, ведь она моя принцесса! Пусть будет самой красивой! Не строй ему глазки! Он мой! Что надо делать, чтобы выиграть корону? Рисовать вы будете наборами косметики! Надеюсь, что все справятся! Давайте же начнем! Время уже пошло! Я обожаю косметику! Это будет самая легкая победа из всех! Я каждый день делаю себе макияж, поэтому нарисовать рисунок на бумаге косметикой будет проще простого! Надо только использовать красивые и блестящие тени! Мне идет! Рисовать косметикой? Я ее в первый раз в руках держу! Ого! Карандаш для глаз! С его помощью у меня точно получится классный рисунок! Нужно только нарисовать саму корону! Вот так! О, у меня тоже есть такой карандаш! Попробую я им нарисовать корону! Ой, это так просто! Рисовать косметикой очень просто! Вижу, что Стелли точно нравится мой рисунок! Это уже хорошо! А чем занята Элли? Какой красивый макияж я себе сделала! Что? Вы уже рисуете короны? Ну все! Пришла моя очередь побеждать! Нужно отвлечь этих юных художников! Ник! Посмотри на меня! Ник! Ой, что-то в носу щепочет! Апчхи! О, нет! Я испортил рисунок Стеллы! Не переживай! Я все исправлю! Секунду! Нет, ничего не трогай! Ты все только портишь! Как же все исправить? Точно! Стелла, я готов тебе отдать свой рисунок! Ты должна победить! Ой, любовь, любовь! Мне пора рисовать корону! Я могу сделать орегами! Думаю, из бумаги получится классная бумажная корона! Пока это не очень напоминает корону, но я буду стараться дальше! Пришло время раскрасить рисунок! У меня есть фиолетовая помада! С ее помощью я сделаю это быстро и красиво! Вау, здорово получается! Но я могла бы сделать лучше! О, мэн! Я хочу сделать корону с помощью этих двух помад! Должно получиться нереально красиво! Я сделаю это быстрее, если буду рисовать сразу двумя руками! Осталось только закрасить все детали, и все будет готово! Добавим последние штрихи! Раскрашу все камушки! Так, что же еще? Точно! Еще добавлю блесток! Корона должна сиять! Зеленые блесточки! Делайте свое дело! Красота! И не надейтесь, что обыграете меня! Ого! Время подходит к концу! Класс! Показывайте работы! С кого начнем? Стелла, у тебя получилась какая-то размазанная корона! Мне не нравится! Что у Ника? Это слабо похоже на корону! Да и я просила рисунок! Что же сделала Элли? О, это очень красиво! Элли, ты нарисовала невероятно красивую корону! Справилась на пятерку! Ты точно ее достойна! Это так неожиданно! О, а вот и мой принц с букетом! Как мило! О, боже мой! Какой страшный! Куда же ты, любовь моя? Мне нужна только эта принцесса! Для тебя есть бумажная корона! Она все равно самая красивая! Спасибо, Ник! Это тоже для тебя! Ты достойна этого шикарного букета! Отстань, чудище! Где же последний приз? Странно, куда я его делала? Совсем забыла! Сейчас вспомню, подождите! Точно, у меня под беретом! Положила и забыла! Это бриллиантовое кольцо! Знаете правила? Кто нарисует лучше всех, кто-то выиграет! Ник, хватит тебе летать в облаках! Жду самые красивые рисунки! Этого шикарного, потрясающего, невероятного кольца! Упс, время пошло! На этот раз у нас магнитные доски! С этим я точно справлюсь! Я все детство рисовала на такой доске! Считайте кольцо, у меня уже в кармане! Мне тоже надо начать рисовать, чтобы справиться быстрее Элли! Мой рисунок точно получится красивее! Что, Элли успела сделать? Ого! Какой красивый рисунок! Я тоже хочу такой нарисовать! А у меня точно так не получится! Кольцо я не выиграю! Это мы еще посмотрим! Элли, посмотри туда! Отлично! Был рисунок и нет рисунка! Попробуй нарисовать заново! Но обычным карандашом! Эй, что произошло? Где мой идеальный рисунок? Надо все вернуть! Почему не рисует? Это настоящий карандаш! Ник, это ты все устроил! Я ничего не делал! Рисую свой рисунок! Ну ладно, я от твоего рисунка тоже избавлюсь! Как тебе такое? Ты стерла мой рисунок! Я должен был выиграть! И как мне теперь снять этот магнит отсюда? У меня не получается! Он слишком плотно пристал к доске! Элли, ты все испортила! Надо что-то придумать! Точно! Стелла, дай одолжу! Мне очень надо нарисовать лучше Элли! И не надейся! Ребята, время подошло к концу! Показывайте работы! У Стеллы ничего нет? Какой кошмар! Ладно, что успела нарисовать Элли? Интересно! А что у Ника? Вау, красиво! Вы оба нарисовали очень красивые кольца! Здесь победителя выберет только считалочка! Побеждает Ник! У тебя самый красивый рисунок! Ты точно достоин этого приза! Забирай! Спасибо! Стелла, я принес это кольцо тебе! Ты моя принцесса! Я хочу подарить тебе это бриллиантовое кольцо, чтобы ты всегда знала, что я люблю только тебя! Как это мило! Мне очень приятно, Ник! Это кольцо мне так подходит! Почему кольцо не досталось мне? В первом раунде я хочу, чтобы вы приготовили для меня тортик! Большой и очень-очень вкусный! Тортик запросто! Будет тебе тортик! Торта в своей карьере я приготовил много! Чтобы тортик не был сухим, я обильно помажу коржики кремом! После чего уже отрежу все лишнее! Чтобы придать торту форму сердца! Дальше украшение! Украшать торт я буду шоколадками Кит Кат, конфетками Мельтизерс и конфетами ММ Демс! Это вкусно и очень красиво! А я, пожалуй, сделаю тортик куда более необычной формы! Мой торт будет в виде радуги! Для этого мне придется его разрезать и перевернуть! После чего нанести на него цветной крем! Следующий шаг – нарисовать на тортике милую мордочку! Только посмотрите, какой он милый! А я основу для торта уже сделала! Дальше мне нужно растопить розовые шоколадки и залить их в специальную прозрачную форму, которую я заранее поставлю прямо на торт! Туда же отправятся съедобные блестки! Почему же не на тортик, а внутрь этой формочки? Потому что сейчас я подниму ее и все растечется как надо! Получилось! Кейт, выбирай! Какая прелесть! Шеф, ты сделала красивый и оригинальный и очень вкусный торт! Бабуля! Ты тоже не подкачала! Твой торт изобилует разными ингредиентами! Ой, а это что? От сестренки! Попробую! Честно говоря, получилось не очень! В этом раунде победил шеф! Все-таки я профессионал! Теперь приготовьте для меня какао с маршмеллоу! Хорошо! Будет сделано! Какао, говоришь? Да запросто! Когда Кейт была совсем маленькой, я часто ей делала какао! В кастрюлю налила молочка, добавила немного сухого какао, Довела до кипения и еще добавлю шоколадку, так будет вкуснее! Думаю, Кейт понравится! Какао готовится легко, но вот подать его можно очень оригинально! Свою какао я украшу самодельными вспитыми сливками и маленькими кусочками маршмеллоу! Выглядит потрясающе! Бабуля, не распускайте руки, а то испортите! Видимо, осталась только я! Я тоже украшу какао сливками, но это еще не все! Также я добавлю конфетки ММД, которые тоже все очень любят, лишними они не будут! Как и печеньки Орео! И шоколадный сиропчик! А в финале я добавлю палочки Поки! Кейт, пора решать, кто победил! Сестренка, ты так круто его украсила! Это выглядит не очень опрятно, но какая разница! Зато это нереально вкусно! Бабуля, ты приготовила стандартное какао, но в очень милой кружке! Мне понравилось! Шеф, что же сделал ты? У тебя все очень аккуратно! И на вкус прикольно! Очень сладко! Но все-таки какао от сестренки понравился мне больше! Он и побеждает! Да, я вас всех уделала! Какая я молодец! В этом раунде хочу чипсы! Сделаете? Сделаем! Я никому не позволю меня одолеть! Это мы еще посмотрим! Для начала картошечку нужно почистить с помощью специальной штучки! Видите, я современная бабуля! Дальше картошку нужно нарезать и вывалить на заранее разогретую и политую маслом сковороду! Жарься, картошечка! Главное все сделать быстро и четко! Картошку разделить на куски! После чего кинуть в кипящее масло! От него, кстати, можно отгородиться крышкой! Ты что творишь? Так же обжечься можно! А мои чипсы уже, кстати, готовы! Можно подавать к столу! Я сделаю необычные чипсы из лаваша! Бабуля, не подглядывайте! Вы наверняка даже не знаете, что такое начос! Кстати, именно их я и готовлю! Лаваш нужно нарезать на треугольники и хорошенько зажарить! Вот так! Далее в ход пойдет сыр! Потому что какие начос без сырного соуса! Немного лайма, лишним не будет! Ой, что-то я подустал! А вы чего так смотрите? Что смешного? Потому что Кейт просила чипсы, а не начос! Ой, моя картошка! Она же вся сгорела! Но ничего страшного! Некоторые любят чуть потемневшую корку на картошке! К тому же чипсы станут круче, когда я добавлю приправу! Так, попробую! Ой, получилось так себе! Но Кейт понравится! Сомневаюсь! Вот у меня получились классические чипсы! Кейт решает, чьи лучше! Все такие аппетитные! Сестренка, ты вновь сделала что-то не очень красивое! Фу, в этот раз еще и невкусное! Гадость! Бабуля, а вот у тебя получились красивые, ровные и очень вкусные чипсы! Ммм, ставлю лайк! Шеф, кажется, приготовил начис! Точно! Я их терпеть не могу! Думаю, очевидно, что в этом раунде побеждает бабуля! Правда, очень приятно! Ура! В этот раз я хочу пасту! Будет тебе паста! Самое вкусное! Страшно! Пасту я никогда раньше не готовила! Но, наверное, это не сложно! Для начала возьму спагетти! Их нужно сварить! Ой, они такие длинные, не помещаются! Точно! Может, так они влезут? Нет, не то! Придется ломать! Ой, паста сама уйдет под воду! Скажи нет готовым спагетти! Их можно сделать самостоятельно! И на самом деле это не так уж и сложно! Достаточно просто замешать тесто! И чтобы спагетти были более необычные, нужно покрасить тесто красителем! Я возьму черный! Теперь нужно убрать тесто и ждать, когда оно поднимется! Что ж, включаю таймер! Время пошло! Готово! Теперь его можно раскатать и разделить на длинные кусочки! И только после этого эти кусочки можно будет варить! Та-дам! Моя модная черная паста готова! Кстати, паста со сменогом! Это деликатес! Бабуля, зачем кетчуп? Ведь паста с кетчупом – это бескусица! Зато это вкусно! Извините, просто мои спагетти прилипли к кастрюле! Но ничего, я их достану! Так... Ой, они совсем подгорели! Но на помощь мне придет лапша быстрого приготовления! Остается надеяться, что она не очень острая, иначе кейт не повезет! Готово! Все быстро и удобно! Какая гадость! Я бы эту дрянь даже пробовать не стал! Готово! Что ж, кейт, выбирай лучшую пасту! Шеф, точно не ты! Я боюсь осьминогов! К тому же он такой твердый, его невозможно есть! Нет, это точно не для меня! Вот спагетти бабули мне нравятся! Макароны с кетчупом я люблю! Так, сестренка решила пойти по самому простому сценарию! Что ж, попробую, что у нее получилось! Ой! А-а-а! Это слишком остро! Но я обожаю острое! Так что, с победой, сестренка! Что? Ты просто ничего не понимаешь в высокой кухне! Хочу печенье! Будет сделано! Сделаем! Ну ладно! Никогда раньше не готовила печенье! Это что, скалка? Я знаю, что ей нужно делать! Вот так! Получи, получи! Что, разве я что-то делаю не так, бабуль? А-а-а! Вон оно что! Вы только посмотрите на это! У бабушки так легко и быстро получаются печеньки! Она уже отправляет их в духовку! Что за... Как она так быстро? Я не успела и глазом моргнуть! И шеф не отстает! Может, эта штука мне поможет? Точно! Ей так удобно вырезать круглую форму! Так, что там дальше? Ммм, скиттлс! Обожаю! Отправляем мою здоровенную печеньку... В духовку! Вот это я понимаю размерчик! Печенье это же так просто! Тут главное не перемудрить! Вы только посмотрите на эти ароматные аппетитные печеньки! Просто невероятно! Мадам, ваши печеньки далеки от идеала! Сейчас я покажу вам, что значит совершенство! Смазываем кремом эти ровные, красивые детальки! И вуаля! Домик почти готов! Осталось лишь украсить его как следует! Вот так добавим сверху сахарной пудры! Она выглядит совсем как снег! О, да! Просто совершенство! Белиссимо! Вот это да! Ой, что это за... Мое печенье! Пожар! О нет, оно же сейчас совсем обгорит! Вот блин! Ну, заранее извини меня, сестренка! Печенье немножко не получилось! Ладно, пробуй! С чего бы начать? Ой, что это такое? Выглядит совсем неаппетитно! А вот это лучше! Начну с чудесного домика! Он такой красивый и вкусный! Ммм, невероятно! Пробовать остальные нет смысла! Этот домик наш победитель! Поздравляю шефа с уверенной победой! Кто бы сомневался! Сомненько, я не ела вкусных бургеров! Надеюсь, вы сможете меня удивить! Удачи! Какая гадость! Я не хочу готовить бургер из этого! А что если... Сейчас я соберу для моей сестренки бургер, от которого она будет просто в восторге! Точно знаю, что она обожает нутеллу! Как и все мы! А еще любит маршмеллоу! Круто, да? Ну, даже не знаю, разве это бургер? Ведь все знают, что в настоящем бургере должна быть сочная котлетка из настоящего вкуснейшего мяса! Именно такой я и приготовлю! Ой, что это делает шеф? Неплохие трюки! Я впечатлена! Но разве трюки это главное? Главное приготовить блюдо с любовью! Это я знаю! Займусь вкусной котлеткой! Вот так! Теперь можно перевернуть! Мг-мг-мг! Так! Ой, что это ты вытворяешь? Разве не видишь, бабуль? Поджариваю маршмеллоу! Отлично! Добавляю их в бургер! Теперь Харибо Майами! Мои любимые мармеладки! И булочка сверху! Та-дам! Лучший бургер в мире готов! Круто, да? Да, и с этими дилетантами мне приходится соревноваться! Ладно, не буду отвлекаться на всякую ерунду! Мой гурме-бургер почти готов! Такой бургер не стыдно подать в любом ресторане высочайшего класса! Итак, собираю все ингредиенты! Первый слой готов! Выкладываю остальные! Как вам такой бургер, а? Его можно есть всю неделю! И он невероятно вкусный! Это точно! Ой, шеф, как всегда все усложняет! И мой бургер куда проще! Не забываем про комбинацию майонеза и кетчупа! Все просто обожают эту комбо! Какая прелесть! Ой, что же ты вытворяешь-то опять? Прости, бабуль, чуть не забыла украсить свой бургер! Все уже позади, не переживай! Ну что, пора устраивать дегустацию! Ого! Вы только посмотрите на этот здоровенный бургер! Его даже не укусить как следует! Он такой огромный! И очень вкусный! Что там дальше? Этот тоже выглядит неплохо! Ой, что-то он весь развалился! Отдой! Вау, а вот этот выглядит! Весьма необычно! Сейчас попробую! Кажется, это что-то очень вкусное! Ой, мамочки, этот бургер такой сладкий и сочный! Это очень вкусно! Тоже победил! Думаю, этот здоровяк будет лучше всех! Я победила! Знаете, что я обожаю больше, чем бургеры? Наггетсы! Наггетсы, так наггетсы! Эй, бабуль, просыпайся! Готовить пора! Ой, наггетсы, легкотня! Добавлю немного масла на сковороду! Вот так! Держи, дорогуша! Только прошу тебя, лей аккуратно! Не получается! Ой-ой-ой! И в кого ты такая неуклюжая? Разлила на сковороду целую бутылку! Всему тебя учить надо! А ведь в наггетсах нет ничего сложного! Нарезаем курочку на кусочки, разбиваем в мисочку яйцо, взбиваем, теперь макаем наши кусочки в яйцо, а затем в панировку! Вот так! Теперь поджариваем наггетсы на сковороде! И все дело! Ох, аромат! Ну да, неплохой рецепт! Для столовой! В настоящем ресторане такое блюдо готовят иначе! Сейчас вы все сами увидите! Только не моргайте! Не забываем про жидкий азот! Мы же хотим устроить настоящее шоу! Вот так! Ммм, стоп! Зачем мне заморачиваться? Ведь есть готовые наггетсы! Просто обваляю их в сыре! И еще в чита-сем! Сейчас только отоплю их как следует! Вот так! Получи! Посмотрим, что получилось! Идеальная панировка для моих наггетсов! Кладу наши чудо-наггетсы на сковородку! Какая красота! Надеюсь, тебе понравится, сестренка! Пробуй! Я чуть не забыла про важный ингредиент! Кетчуп! Теперь все точно готово! Приятного аппетита, дорогая! Ух ты! Какая необычная подача! Сейчас попробую! Не очень, если честно! А вот эти наггетсы выглядят просто! Но очень аппетитно! Да, это именно то, чего я хотела! Что там дальше? Ого, наггетсы на палочке! Это удобно! Вау, какие хрустящие! И они с сыром! Да, это однозначно наш победитель! Поздравляю, Нэнси! Ты отлично справилась! Ура! Приготовьте мне вкусную пиццу! Конечно! С удовольствием! У меня есть специальный соус, который идеально подходит для пиццы! Размажем немного соуса по тесту! Не забываем про сыр! И колбаску! О, да! Отправляем пиццу в духовку и ждем! Что? Ой! Ю-ху! Ю-ху! Ой, мое тесто улетело! Ну вот! Бабушка, спасибо большое! Теперь я могу сделать свою идеальную пиццу! Кому вообще нужна томатная паста, когда есть маршмеллоу флав? Вот так! Теперь добавлю! Вы угадали, Спитл! Нарисую настоящую радугу на нашем кусочке! Красота! Ну что скажешь, бабуль? Круто? И это, по-вашему, круто? Обычное тесто обычного цвета, скукотища! А вот черное тесто – это уже совсем другое дело! Теперь хорошенько раскатаем тесто! Добавлю томатную пасту! Конечно же, со специями! Теперь натру побольше сыра! Ну и, конечно же, звезда этого блюда – креветка! Нужно как можно больше креветок и мидий! Немного томатов черри! И вуаля! Моя шикарная пицца готова! Почти! Как в лучших ресторанах Парижа! Осталось только подождать! Да! О, кажется, пора доставать, мой шедевр! Бон аппетит! Пиццушку моя! Нормально вроде! Пора пробовать! Ой, какая странная пицца! Это что? Мидий! Ненавижу морепродукты! Тем более в пицце! Да, такой даже пробовать не хочется! А вот этот кусочек выглядит весьма аппетитно! Кажется, тут скитлс и маршмеллоу! Ну, неплохо, но я ожидала большего! О, а эта пицца выглядит просто идеально! Это именно то, что я хотела! Вау, это очень вкусно! Да, это победитель! Поздравляю, бабуль! Заслуженная победа! Я крутая!